Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции Юмор Хэм. Вы слушаете прямой эфир из студии в Москве. Начинает программа «Неформат». Традиционно по пятницам подводим итоги недели, отвечая на ваши звонки, сообщения силами прекрасного и удивительного человека, перед которым Ютюб распахивает дверь по нескольку сотен тысяч просмотров роликов. Михаил Задорнов сегодня у нас в гостях. И Максим Забелин, ведущий этой передачи, и скоро он уже станет тоже писателем-сатириком. Мы уже с ним чувствуем друг друга, подхватываем друг друга, и нам самим нравится пятница, потому что в этот день мы выходим в эфир, и вы нас слышите. Да, спасибо большое, Михаил Николаевич, за то, что позволяете мне учиться у вас, ну и всем нашим слушателям слушать те рассуждения и получать те здоровые эмоции, которые по итогам этой программы у всех возникают. Итак, поскольку сейчас рабочий день для тех, кому нечего делать. Да, мы уже много раз обсуждали на работе, что мы выходим именно в то самое время, когда людям важнее всего. А вы знаете, это ведь время самое трудное для человека, это когда ему спать хочется на работе. Ведь в этот момент меняются энергии, которые руководят. В Индии есть такое учение о юрведе. Так вот, по юрведе, я сейчас очень умные слова скажу, вата меняется на питу. И в этот момент человеку очень хочется спать. А и мы с вами бабах их, нашей передачей немножко так взбодрим, и все, они будут лучше работать. Так что мы работаем на нашу экономику российскую. Просто немногие знают, что вата и пита – это энергии ведические. Многие думают, что речь идет о каких-то рыночных понятиях. О вате? Да. И пицце, и пицце. И пицце, да. Есть и такое. У нас сегодня очень много новостей, друзья. Для начала я бы хотел искренне принести соболезнования всем родственникам погибших в страшной трагедии, которая произошла в Казани. Мы знаем, что сегодня случилось еще одно несчастье. Произошло оно в городе Рига, и об этом тоже нельзя не говорить, нельзя упоминать, поэтому не упоминать. Поэтому сегодняшний наш эфир будет такой, несколько сдержанным. Но мы постараемся, по крайней мере, те события, о которых есть смысл говорить, осветить уж точно. Для начала давайте... Ну, мне хочется тоже кое-что добавить по вот этим упомянутым вами событиям. Ну, что касается Риги, я, конечно, знаю этот супермаркет, и вы знаете, вот у меня даже... Сейчас чаю испью. У меня, когда это случилось, я вспомнил то время, когда строились эти супермаркеты. Они строились по западным технологиям. Что такое западная технология? Это очень все хлюпка. Это максимум дохода при минимуме затрат, то есть максимум прибыли. И когда строятся эти огромнейшие ангары, называются супермаркетами, набиваются товарами, честно говоря, мне уже лет 10 назад казалось, что это опасно. Я, когда начал выступать за границей, и после наших домов культуры, таких сталинских построек, так вот по нашей стене кулаком не ударишь, отобьешь кулак, потому что это серьезное сооружение. Конечно, внутри очень плохо зачастую все сделано, никакой плитки не положено было, особенно раньше. А за границей все красивенько-красивенько, но чихнешь и дрожат стены, кашлянешь и дрожат стены. И вот самолеты такие за границей очень много делаются, таких самолетов. Вот на шведских самолетах я, например, не могу летать в Швецию из Ридии или Финляндию, потому что мне страшно, их трясет очень, они как вот мыльницы в турбулентных потоках, ощущение, что их озноб бьет просто, и они в воздушные ямы серьезно попадают. И мне кажется, что это все-таки мы должны помнить, что мне бы всегда, мне хотелось бы то, чего невозможно сегодня, чтобы наши люди поняли, что мы должны свои технологии развивать, более устойчивые. И это не первая авария подобного рода. Ну а что касается Казани, к сожалению, мы об этой проблеме с вами говорили уже в нескольких передачах. Пришли молодые. И мы много с вами об этом говорили. И это ужасно упоминать об этом. Но три передачи назад, ведь я даже такую фразу сказал, что не дай бог летчиками придут молодые. Ведь это можно проверить, это есть даже у меня на YouTube-канале выложены. Это плохое предсказание. Молодой летчик, не налетавший должное число часов на практике, который обучался на полукомпьютерных играх практически. Вот в чем причина этого. Это ужас, что сейчас будет твориться. Самолет это нормальный Боинг, хорошая конструкция и очень устойчивая, очень надежная. Практически, это молодежь, сдавшая ЕГЭ пришла. Выпускники сегодняшней реформы образования. И они профнепригодны. Я не хочу его сейчас обвинять. Я обвиняю в этой ситуации тех, кто обучает их быстрее выпустить, быстрее получить маржу и прибыль. Это преступная психология, преступная стратегия развития страны. Все, я высказал все, мы можем, наверное, перейти к чему-то более легким каким-то темам, потому что это грустные темы. И жалко, что они прислушиваются к нашим советам, несмотря на то, что они даны в юмористической передаче. Ну, пожалуй, юмористическая форма давно уже. Я работал в политике в свое время, и могу сказать, что довольно внимательно... У вас там и развилось чувство юмора? Только там, благодаря этому. Довольно долгое время уже политики обращают внимание прежде всего на желтую прессу. Потому что у читателя пропало доверие к политическим изданиям. Пропало доверие к официальным телеканалам. Где можно достичь его? Где можно добиться его внимания? Только в желтой прессе, там, где никто не будет подозревать. Через юмористические программы, в легкой ироничной форме доносятся многие мысли, которые очень важны. Поэтому я думаю и ощущаю так, что та программа, которую мы делаем, пожалуй, несмотря на легкую ироничную форму, говорит об очень серьезных вещах. И если подумать чуть глубже, копнуть того смехофона, что ли, да, который есть, то эти вещи, пожалуй, правда очень серьезны. И благодаря вашим мыслям, вашим высказываниям мы серьезную проблему поднимаем в образовании, например, нашей страны. Это же фундамент страны. Куда мы будем двигаться дальше, если современная молодежь действительно мало чего знает. Она малообразована. Даже Владимир Путин на вот этой встрече, о которой мы будем говорить сегодня, произнес то, что современный русский язык в устах молодежи очень сильно обеднен. Он не несет за собой ничего, поскольку утрирование понятий, лишение смысла вообще языковых форм приводит к тому, что язык бедный сам по себе ведет и к бедным мыслям. Ну, знаете, ко мне, я тоже философии придерживаюсь в своих концертах. Закладывать витаминки в юмористический соус, вот так вот скажем. Вроде посмеялись, а там был смысл. И молодые очень стали, вот гораздо больший процент молодых с каждым концертом, процент молодых в зале увеличивается. Они как бы у меня узнают, что есть плюс, а что есть минус. Потому что государство сейчас наоборот им это преподносит. И мне очень нравится, что молодые ко мне ходят, и что они на меня не обижаются. Я в начале концерта говорю такую фразу, что я с любовью, почему они ко мне ходят, что я с любовью объясняю им, с любовью повторяю я, что они придурки. И интересно, передние ряды, где сидят старшие, не реагируют на это, думают, как задорно посмело скорбить молодежь. А там постаршие сидят, а задние ряды смеются в этот момент, то есть молодежь смеется. Она понимает, что я имею ввиду. И я продолжаю. Они же многие не знают, что они придурки. Они думают, что они менеджеры. Они опять смеются, опять зажались взрослые от смеха. И в конце я говорю, они не знают, что менеджеры придурки, это одно и то же. Все, они мои, они меня слушают, они мне доверяют, я у них реальный авторитет. И я могу им рассказывать, где правда, а где кривда. Ну а если посмотреть на количество просмотров на Ютьюбе, на количество людей, которые заходят в ваш живой журнал и на сайт, ведь это же не взрослая аудитория, это все-таки молодежь. Ну, условно. Конечно, исторический фильм о Рюрике, извините, 950 тысяч уже просмотров. Ну, это же все молодые, значит, нельзя говорить, что они бездарны, непытливы умом. Пытливы, только надо им интересные темы предлагать, а не по инструкциям министерства, как оно, образин, ну, неважно. И я, кстати, хочу похвалить, ну, у нас будет время высказать впервые хорошие слова в адрес нашего правительства. Я это припасу напоследок, ладно, это пускай будет, это наша детективная завязка. Не сразу мы скажем, о чем речь идет. Первый раз хочу сказать хорошие слова в адрес образования и нашего правительства. Пока мы прервемся на короткую рекламу на Юмор.ФМ, скоро встретимся. Друзья, продолжается программа «Неформат». Мы вот сейчас смеемся потому, что даже не объявляя о том, что вы можете присылать свои наблюдения о различных, скажем, объявлениях или названиях комичных салонов, магазинов и так далее, уже стали это делать. Я зачитаю буквально пару, их уже пришло довольно много. То есть люди уже сидели, ждали наши передачи, готовились, и мы их не просили, они сами нам уже насыпали сюда, в нашу копилку. Ну вот из Тюмени пришла реклама на автобусах птицефабрики. Найди свое яйцо. Ой, это особенно в час пик, хорошо. Есть еще одно из Москвы. Интим-салон «Пустячок». Ну как бы, а как к этому еще относиться? Да, это, в общем, так, ерунда. Да, Михаил Николаевич, у вас есть еще... Знаете, Максим, я в начале каждого концерта, чтобы сосредоточить людей и правильно настроить, провожу, ну, то, что я называю словом уже многим известным, разминка. Потому что бывают такие размышлизмы, коротенькие размышляшки, которые настраивают на... Я сейчас неграмотно выражусь, но правильно, на подумать настраивают. И мне так нравится, когда в зале смех возникает не сразу, а так паузочка, и постепенно смех нарастает. Это значит, я добиваюсь правильного настроения, когда человек начинает думать, а потом смеяться. Вот я хочу предложить несколько таких размышляшек, а может быть, кому-то в рабочий день это и понравится, продолжить этот жанр. Самое сильное недомогание у женщины, когда ее никто не домогается. И смех так постепенно, такой хи-хи, ха-ха, о-хо-хо. Я заодно за зал буду озвучивать. Вот перед этой фразой я предупреждаю, что надо сосредоточиться, она сложная. Она действительно сложная. Это очень долго доходит. Семьи, использующие пластиковую посуду, ссорятся намного дольше. И вот интересно, что быстрее понимают женщины. Мужчины вообще въезжают дольше в ситуации бытовые. Мне кажется, что патриот своей страны, это тот, кто больше нигде не был или куда-то неудачно съездил. Это точно. Мужская примета. Чем труднее становится девушку поднять, тем больше хочется ее бросить. Чем больше сила притяжения к холодильнику, тем больше масса тела. А вот тема современная. В наш компьютерный век, в компьютерный век дети называют отчимов папка 2. Вот один человек у нас в студии засмеялся. Потому что технологиями владеет, правильно. Самая плохая современная примета, оказавшись ночью в незнакомом районе, подсвечивает себе дорогу айфоном. Объявление в газете. Городской парень, у которого этим летом в деревне Ольховка хулиганы отняли айфон 5С. Отзовись, нам нужна зарядка. Не перевелись еще богатыри на земле русской. Если на улице вас избивают или хуже, как пытаются убить, всегда найдется здоровый русский мужик, который не побоится все это снять на камеру своего телефона. Инстаграм завален тем, кто что ел на утро. Какое яичко, какой салат, как креветка ползала по салату. Японский турист в российском поезде, получив от проводницы мокрое полотенце, полчаса пытался объяснить, что он суши не заказывал. Но это ползало только, въезжает в это. Иногда мне кажется, что китайцы и японцы позаимствовали русский мат. Причем китайцы для фамилии, японцы для названия суши. Это у меня каждый раз мысль возникает в японском ресторане. А вот политическая, но по-моему очень верная, самая неполиткорректная в мире игра, американский бильярд. Внимание. Цветной? Нет. Простите. Заново, все заново. Плохой я, рассказчик. Самая неполиткорректная в мире игра, американский бильярд. Белый гоняет цветных. Все-таки у меня ненормальное мышление. Да, там черного. Ну, там надо объяснять. Знаете ли вы... Гонять черного, даже я не знаю. Столько смыслов сразу. Неполиткорректных. Это Обаме мне надо послать. Знаете ли вы, что в цивилизованных странах оппозиция и власть меняются местами? Местами меняются. А у нас нарами. Это грустная шутка. Новый мэр Москвы, только заступив должность, попросил прибить к дверям его кабинета табличку с надписью СССР. Расшифруется так. Сергей Семенович Собянин работает. Сложная фраза, если б библейский старик Ной на самом деле был евреем, он бы после всемирного потопа открыл самый большой в мире зоопарк. В Европе появился еврейский Робин Гуд. Еврей Робин Гуд, он отнимает деньги у богатых и отдает бедным под проценты. Шорты. Шорты это брюки, принявшие иудаизм. Нам про Израиль надо сейчас аккуратно. Вы знаете, что Израиль по последним сообщениям ищет нового союзника. Они объявили, что... Меня, что ли? Возможно, ибо... Ну, хорошо, я с удовольствием. Они отказываются от США, и поэтому ничего удивительного в том, что они могут вас в качестве нового союзника избрать. Да, что-то... А это я, это у них первый, я должен стоять, если от США отказываются. США на противоположной чаше весов Михаил Задор. А израильтяне, они евреи, они поняли, что америкосы тупые. Наконец-то. Не таким большим кажется расстояние между Землей и Солнцем, как расстояние между диваном и забытым в другой комнате пультом от телевизора. Кавказские эммо. Я даже дочитывать не успею. Уже смех в зале. Кавказские эммо. В качестве конспирации красят волосы на груди. А в магазинах появилась супер... Появилась суперновинка. Семечки под названием Двойной кайф. Неочищенные семечки в упаковках из пупырчатого полиэтилена. Ну и совсем уже дурь пошла. Счастье со слезами на глазах. Кот ел сворону со стола сосиску в горчице. Ну и чем закончить? Закончить надо дурью. Арбитр, показавший на поле красную карточку, только в больнице осознал, что зря пошел на кориду пьяным. А, еще вот, Камасутра, единственная в мире книга, которая не потеряет смысл, если ее смотреть вверх тормашками. И, кстати, Камасутра дошла нас в урезанном и отредактированном виде, оказалось. В индийском оригинале была еще фраза «Не пытайтесь повторить». На этом, я думаю, разминку можно закончить, друзья мои. И перейти непосредственно к нашей главной задаче. Новости. Ну, я уже такой небольшой крючок закинул. Маленький, прямо скажем. Потому что страна эта невероятно мала и сталкивается с ежедневными угрозами, которые окружают ее буквально со всех сторон. Это Израиль. Действительно, на этой неделе пришло удивительное сообщение, что Израиль намерен искать новых партнеров взамен Соединенных Штатов в свете ухудшения отношений с Вашингтоном из-за его позиции по ряду международных проблем. Связи с Израилем и его главным стратегическим партнером ослабли. В этот же момент приходит сообщение, что российские специалисты разработают два космических аппарата для Израиля. Ничего себе. Об этом сообщил Владимир Путин по итогам встречи с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Не оказывается ли это то, что Россия в сторону... что Израиль в сторону России поворачивается? Ну, странно, если он повернется в сторону России, потому что Россия выиграла в споре с Америкой Сирию, а Израилю это должно не нравиться, потому что вроде как Россия на стороне Сирии. И я не знаю, что там кто замутил, но вообще, я еще раз повторяю, мне нравится, как Россия встала в боевую стойку на татаме по отношению к Западу. И выиграв Сирию, у меня есть подозрение, что Обама действительно в истерике находится, и что его на ковер вызывали разные финансовые, более могущественные, чем вся Америка корпорации, и поставили на вид, мол, давай чего-то делай, в конце концов, потому что нельзя России проигрывать шаг за шагом сегодняшнюю международную политику, но, извините, в Литве скоро сходняк, вы знаете это, по поводу Украины. Литва хочет... Почему в Литве? Я понимаю прекрасно, потому что когда-то именно в Литве крестоносцы потерпели самое страшное в жизни поражение. Это Грюнвальдское сражение, и крестоносцы перестали существовать навсегда. Их потомки хотят взять реванш именно на том самом месте. Но именно во время Грюнвальдского сражения сборная славяно-русов, а в то время и литовцы таковыми считались, между прочим, при помощи татарской конницы навсегда уничтожили негодяев и подлецов всей Европы. И сегодня они хотят отгрымзать Украину от нашего родового корня. И вы знаете, что проиграют. Вот могу нас рассказать. Они должны проиграть. Они допустили большую ошибку, решили разыгрывать Тимошенко. Янукович, да, я понимаю, у него не сложилось все время с Тимошенко. Может, даже она ему сказала нет в какой-то ситуации. Но ведь нет, это когда женщина говорит нет, это значит да, но позже. Но он никак Янукович на это не может согласиться по простой причине. Так бы он тоже сказал да. Но опасность же в Тимошенко другая. Почему они говорят на Западе, давайте нам на лечение. Да они из нее хотят врага подготовить для Януковича. Янукович в братве в российской, когда в советской состоял. Он на тазе стоял. И он чувствует опасность печенью. Его на такой мякине не проведешь. Вы хотите лечить Тимошенко? Думаете, я не понимаю, что вы готовите против меня, против Украины. Что вы готовите нового лидера, которого вы финансируете, и у него будет поддержка всех старух и националистов одновременно западнючих Украины. Тут же поехал наш президент, сказал, чего тебе это надо? Мы тебе дадим хорошие цены на это, на это, на это. Мы будем покупать снова ваши конфеты. И все, конечно. Я думаю, что мы выиграем наш родовой корень в этой ситуации. И я держу кулаки, чтобы на этот сходняк западнючий в Литве провалился. Ну, то есть ситуация куда более глобальна, нежели просто экономические отношения, потому что Украина действительно на этой неделе приостановила евроинтеграцию. Я знаю, да. Официально она объявила, да. Да, работает, работает. Это потому, что я, будучи на Украине, сказал, вы вступите в ЕС, вас решат возможности сало продавать. И кушать запретят. Вот, правильно надо просто векторы обозначать. Да, но вы же меня спросили насчет Израиля. Я знаю, где у Израиля настоящий союзник Биробиджан. Там классные боевые евреи, рыжие, высокие, здоровые, руки умеют стрелять, защищают границы наши с Китаем. Надо им подсказать. Ребята, давайте с Биробиджаном налаживать отношения. Сейчас небольшая рекламная пауза, после которой... Кстати, простите, одну только фразу. Кстати, и Биробиджан, и Израиль существуют благодаря Иосифу Виссарионовичу Сталину. Он дал добро на организацию и той страны, и этой республики. Все, реклама. Продолжается программа «Неформат». Ваши сообщения приходят к нам на короткий номер 8870. Звоните 0731 с ваших мобильных телефонов. Это, возможно, услуга в России. Задавайте вопросы. И в конце программы мы подведем небольшой блиц для Михаила Задорнова. А также гостевая книга открыта на сайте веселаярадио.ру. Там же работает онлайн-трансляция. Вы можете посмотреть, что происходит в студии прямо сейчас. Приходят сообщения, как я уже об этом говорил. И здесь среди довольно забавных вещей есть и серьезные вопросы. Вот, в частности, из Омска Василий пишет. Михаил Николаевич, а что будет, если Жириновского все-таки изберут в президенты? Станем все вегетарианцами? А раз и Жириновский вегетарианец? Жириновский не ест мясо с лета. И об этом он заявил вчера Интерфаксу. Он сказал, что его партия постепенно будет переходить на вегетарианский образ жизни. Класс! В ЛДПР не курят, алкоголь не употребляют. Теперь еще будем навязывать членам ЛДПР вегетарианскую кухню. Я цитирую Жириновского по Интерфаксу. Он отметил, что в Норвегии недавно ввели день без мяса. Пока, правда, только для военнослужащих. И он считает, что это правильно, потому что мясо очень вредный продукт. Сам я давно уже не ем. Его говорит Владимир Вольфович. Опять прислушались к нашим советам. Я же год назад говорил, что я мясо не ем. И поэтому моя жизнь более радостна, чем у тех, кто ест мясо. Я давно был в компании бизнесменов. Полночи просидели. Они до трех утра ели мясо. Ели мясо. Говорили по айфонам. Ночью говорили, скоро буду, скоро буду всем. Такие, как я их называю, скоро буду. И все время говорили про деньги. Все время про бабки, Даун Джонс, Либор, голубые фишки. Все это. Вы представляете? А и облизывали пальцы. Вот это от таких бизнесменов рисовал журнал «Крокодил». И я сижу, думаю, боже мой, как же вы агрессивны. Вам кажется, что вы не агрессивны. Но ведь все же время говорить о деньгах – это проявление скрытой агрессии. Но что вы тогда будете с Жириновским? Ведь древние мудрости говорят о следующем. Человек, который не ест мясо, он не агрессивен. И как он будет выступать в передаче к барьеру? Все такое выходит. Жириновский говорит, вы знаете, вы меня извините, но вы правы. И однозначно вы правы. Все ждут какое-то яростное отповедение. Окей, я с вами согласен. Американцы очень хорошие. Хорошие, очень добрые. Что это за Жириновский когда получится? Ты замечательный человек, говорит. Хороший ковбой. Про Бушу говорит. Ты очень, ты ковбой сумасшедший. Такой ласковый-ласковый Жириновский. Я удовольствую. Ну, правда, это и можно в ласковой манере продолжать. Например, сказать, Хилле Клинтон, у вас и мозг и сиськи силиконовые. Очень хорошие. Это комплимент. Это да. И сказать, милые американцы, прилетайте к нам, наши хорошие, на одном самолете всем правительством в Смоленск. Мы вас встретим, березы посадим новые. И все это говорит ласковый. Без агрессии. Улья, да. А что вы так? Ну, я мясо не ем. Самая добрая партия в России. Это такое. Ну, классно. Мне нравится. Здорово. Хорошо. Буду думать, как вступить. Я заявление напишу. В заявлении напишу, я мясо не ем. Примите меня. Партия. А вы знаете, между тем случилось страшное. Больше половины россиян относятся положительно к вегетарианству, 55%. Но страшное заключается в том, что за последние пять лет их количество сократилось 66%. До половины всего лишь. Вегетарианцев сократилось. Не вегетарианцев, а людей, которые одобряют вегетарианцев. Ясно. Сами не едят мясо всего лишь 6% среди женщин и 2% среди мужчин. И наибольшее количество вегетарианцев встречается среди молодежи до 24 лет. 7%. То есть, в принципе, наша страна такая страна мясоедов. Но мы не сравнимся с Америкой. Америка ест 3-4 раза в день мясо. И слово стейк, это как у нас яичница. По утрам обязательно. Это же я... Помните? Ну, вы, может, не помните. В 89-м году, когда я съездил в Америку. Это же из моего выступления потом шутка разбежалась по нашей стране. Я видел негра. А Зорин в то время, диктор, комментатор, клеймил позором Америку. При этом он показывал красивейший квартал Америки и говорил, здесь живут нищие. Это безобразие. Так жить нельзя. И мы... У нас слюни текли, когда мы видели эти картинки. И мы выключали Зорина. Потому что он показывал рестораны и говорил, здесь недоедают люди. Я, когда впервые попал в американский ресторан, смотрю, сидит негр. У него огромный стейк. Аж уши этого стейка свисают с тарелки. Такие порции, американские такие. И он половину съел и отодвинул. И я говорю, вот я тогда понял, негры недоедают в Америке. А помните эта история про то, как... По-моему, это Зорин, да, был, когда он бросал или клал доллар на мостовую. И когда прохожий поднимал этот доллар, он говорит, вот он, оскал капитализма. За любую копейку удавится. Помните эту историю? Нет, не помню, но это точно в его духе. Ой, мы любили его передачи смотреть без звука. Я хочу рассказать по поводу Штатов. Очень короткое наблюдение. В Соединенных Штатах в меню присутствует на последней странице, ну, то есть там есть какой-то набор блюд, они действительно огромные. Да, большие. Ну, и люди в Соединенных Штатах очень большие. Они такие колоколообразные. Они начинают приобретать эту фигуру, начиная там с 17-18 лет. То есть сверху человек очень нормально. Они по вертикали и по горизонтали примерно одинаковые. Он сверху вроде бы еще видно, что молодой, там девушка молодая, да, у нее плечи узкие, и вдруг это расходится вниз таким колоколом. Я бы сказал клизмой. Ну, я бы сказал грушей. У нас разные ассоциации. В отношении к американцам. Да, они клизмообразные фигуры. Да, и когда открываешь меню в ресторане, то там вот эти огромные порции, стейки с двумя, там, как называется, яичница из двух яиц, глазунья. Да, глазунья. Да, сверху еще вот этот жареный бекон, то есть стейк с жареным беконом, там, все обжарено и так далее. А в конце, в финале, есть страница, на которой написано 55 плюс. И порции сокращены в половину. Это сделано для тех людей, они же заботятся о здоровом образе жизни. Сделано для тех людей, которым уже старше 55 лет, которые приходят и говорят, мне вот, пожалуйста, из этого меню. Я из этого меню заказывал, они были очень сильно удивлены. Что это молодой пришел человек, а 55 плюс. У меня уже 55, уже можно, все, в порядке. Покажите паспорт. А мне еще нравится, что когда они все это съедают, да, покажите паспорт. Но у меня знакомый моего возраста брал недавно в Америке пиво, его попросили паспорт показать, что ему больше 18. Нормальное явление? Он выглядит, как я. Ну, я понимаю, что я хорошо выгляжу, но не на столько, чтобы мне пиво не продавать в Америке. И он говорит, вы сдурели? Они чуть полицию не вызвали. Потому что, ну как, ну вот они... Выборочная проверка называется. А вот это съедят, вот это все. Вот то, что вы рассказали, вот это все. Микс у них такой, фьюжн. Вот это все съедят, потом говорят, мне диетическую пепси-колу. Вот это мне нравится очень. Чтобы не толстеть. Вонзили в себя яду. Нет, насчет мяса я вам скажу так, что я не ем мясо, и я очень этим доволен. Я никому это не навязываю. Потому что мясо все равно рождает другой темпоритом в организме. Он суетливый. И кто, ну трудно от этого отвыкнуть, я сразу хочу предупредить. И кто не созрел, кто гоняется за бабками, ешьте мясо. Да, это хороший совет сейчас. С хлебом причем. Да, люди неловко себя как-то почувствовали и отложили кусочек мяса в сторону. Хорошо, что сейчас, по крайней мере, в центральной России, да, уже, ну уже после обеденного перерыва, многие люди работают и не могут, могут спокойно, точнее, думать о том, что не надо доедать мясо. Есть минутка до рекламы? Мне прислали стихи в Америке. Я же в Америку не езжу. Хороший. Вот пускай кто-нибудь сейчас, я очень прошу, прислушайтесь и отгадайте, кто автор этих стихов. Ну, сразу скажу, не задорно. Места нет здесь мечтам и химерам. От шумела тех лет пора все курьеры, курьеры, курьеры. Маклера, маклера, маклера. От еврея и до китайца проходимец и джентльмен. Все в единой графе считаются одинаково. Бизнесмен. На цилиндры, шапо и кепи дождик акций свистит и льет. Вот где вам мировые цепи, вот где вам мировое жулье. Если хочешь здесь душу выжрать, то сочтут или глуп, или пьян. Вот она, мировая биржа. Вот они, подлецы всех стран. Мне так эти стихи понравились. Сергей Есенин. Представляете, когда я прочитал, у меня аж мурашки по коже побежали. А прислал это молодой человек, да? Прислал молодой человек, написал, вы видите, вы, все, что вы говорите, это плагиат с Есениным. Ну, шутка хорошая, мне понравилась. Вы знаете же, на этой неделе завертелся скандал вокруг имени Сергея Есенина. Я к этому, в общем, и вел, и вы угадали мои мысли. Да. На Ставрополе прокуратура края требует изъятие из школьных библиотек, созданное Сергеем Есениным и Владимиром Набоковым, творчество. Поскольку эти писатели делают вещи, несовместимые с задачами образовательного процесса. Содержат эротику, мистику и ужасы. В частности, об этом сообщил старший помощник прокурора края по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Курбангали Шарипов. Об этом передает РИА Новости. Прокуратура потребовала, в частности, изъять из общего доступа книги ряда авторов, среди которых Набоков и Есенин. Вы знаете, тут интернет буквально взорвался на эту тему, потому что удивительно, но были найдены стихи самого Курбангали Шарипова. Ага, вот молодцы, в интернете есть очень достойные люди. Ну, в частности, некоторые обозреватели из интернет-сообщества подозревают, что помощник прокурора руководствуется исключительно собственными литературными вкусами, ведь он поэт, о котором даже писали в районной газете. В частности, в Перу Курбангали Шарипова принадлежат такие стихи. Я тебя обниму, я тебя подниму, оторву от асфальта с бетоном. На руках унесу, на поляну в лесу, над которой свод неба бездонный. Это будет зимой или ранней весной, где-то в нашем затерянном прошлом, там ходил и искал я с шампанским бокал, что тобой был недопит и брошен. Я не могу. Ну, понимаете, у меня воображение разыгрывается. Я сразу вижу, как он бабу отвез на пикник, потом сам нажрался, искал бокал, из которого она недопила. Отнес в лесу, донесу, еще надо было, чтобы ковырять в носу, добавить. И вот этот человек был зачинателем великого почина. Убрать из школьных учебников Есенина, Бунина и Набокова. Мы в прошлый раз говорили, образование это образоваяние. И вот эти три великих человека, они развивали образное мышление своей поэзией, своим творчеством. Вот фраза из Набокова, которую вспоминаю каждый раз, когда прихожу в кинотеатр. Смотрите, какой образ классный. Но его надо чувствовать и преподнести детям, чтобы они чувствовали, что такое образное мышление. Сзади меня, он сидит Набоков в кинотеатре, слышался серебряный шепот разворачивающегося шоколада. Какой образ мощнейший. И вот весь Набоков построен на образе. Кто чувствует Набокова, тот умеет образно мыслить. Тот сам может выдать такое. Вот мужик, который образно мыслит, я много раз это проверял. Бабы прилипают реально к такому. Они говорят, ой, как вы интересно говорите. Ой, а скажите еще что-нибудь. Или как вы говорили в прошлый раз, я вас всю ночь слушала с открытым ртом. Вот, они сразу говорят, я готова слушать вас всю ночь с открытым ртом, как мне одна журналистка сказала. Поп-звездюшка такая. Ну, а этого, видимо, с открытым ртом не слушают вот того, кого вы процитировали. И они сделали рейд по школьным библиотекам и изъяли Есенина. Ну, слушайте, Властелин колец пишут сочинение по Властелину колец, да? А там пугалок нет, что ли? А Есенина убрать? А как быть с такими стихами? Ну, и тогда, когда по всей планете пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть, я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть Земли с названием кратким Русь. И это он выкидывает, а вместо этого толкает свое фуфло, вот эту шнягу поэтическую. Ну, что делать? У нас с вами выработано уже наказание для таких, которым мы хотели осуществить. Если вы знаете... Бить сапогами, с подковами надо по лицу за изъятие великих наших поэтов и заменять собой любимым. А подкова на счастье, как мы всегда говорим. А сейчас реклама, друзья. Продолжается программа «Неформат» в эфире радиостанция «Юмор.ФМ». Ваши сообщения, ну, не знаю, друзья, попадают в основном под категорию 18+, поэтому очень выборочно зачитаем некоторые из них. В частности, пишет Юля Барвицкая. Объявление. Это не 18+, это очень интересно и забавно. В отделе автозапчастей продается мед. Только один день. Страна абсурда. Ионеско отдыхает вместе с Бекетом. Но где, собственно, покупать мед? Действительно, только в отделе запчастей. А название кафе на трассе номер 5... На трассе М5. Кафе. Кафе. Я повторяю. Название кафе. Дуплорла. Что курил хозяин? У Орла в основном гнездо, да? У Орла в основном гнездо. Дуплом что назвал хозяин? А у него дупло в этом, в зубе. После этого трассу М5 надо перенять в М18+. Да. А вот фирма по изготовлению пластиковых окон. Это 18+, друзья, однозначно. Хотя в Забайкальском крае такого рода плакаты висят на улицах. Так вот, слоган этой компании. Пластиковые окна. Мы в ответе за тех, кому вставили. Кошмар какой. Ой, ужас какой. Слушайте, нам надо сейчас нашу передачу еще раз повторить, что сейчас фрагмент передачи 48+. Это же, действительно, стоматологи придумали в свое время тоже такое. Мы за тех, кого в ответе за тех, кого вставили в рот. Но это страшно. Это какой-то ужас. Я к тому, что это ужас. А вообще, знаете, я первое наблюдение делал в начале 80-х годов. Это так интересно. Представляете, вот было объявление. Сейчас многие пишут без кавычек, с маленькой буквы, где должна быть заглавную букву. Почему? Ну, потому что кнопкотыки, смски отсылают, чтобы заглавную букву два лишних кнопкотыка, на некоторых один лишний кнопкотык. Ну, это я приводил уже пример, как было написано на двери кафе. Например, ну, так, хорошая надпись. У нас в кафе лучший кофе из Вены. Вена с маленькой буквы. Так вот, в 80-м году я уже со сцены читал объявление, было точь-в-точь. В газете продаются крылья для старого москвича. Москвич с маленькой буквы, без кавычек. Очень грустное такое объявление было. А я сейчас, да, будь, да, для старого москвича. Это так точно все. А первое наблюдение в жизни, о котором я стал рассказывать, еще до двух девятых вагонов, оно потом тоже разбежалось по России. Это я, будучи журналистом журнала «Юность», сидел на уроке в средней школе неподалеку от вашего города Владивостока, в одном из поселков Сихаты Оленя. И мальчишка читал по-английски урок. Я должен был написать очерк о том, как изучать английский язык в средней школе. И пацан такой, мальчуган, мальчишечка, такой хорошенький такой, сидел белокурин, и все время читал английский, и все время говорил «yesterday's» вместо «yesterday's». И учитель говорит, ну что это все «yesterday's», «yesterday's», «yesterday's». Что это такое? Он говорит, «вчерась». Я вылетел пулей из этого класса, и я смотрю, сам так реагирует. Я стал рассказывать, действительно, вот наблюдашки того времени. Я сейчас со сцены говорю, вы представляете, вот это все было в советское время, уже замечено мною. На Рижский вокзал приехали две старушки из Риги, и их предупреждают. В Москве таксисты бомбилы реальные, а в то время страшные бомбилы были. Имейте в виду, платить надо каждому, кто ехал в такси. Поэтому не платите, вот три рубля каждое не платить, три рубля делить надо на всех. Они приехали, на место было три рубля, они дают два рубля таксиста. Говорю, почему? Она говорит, ну ты же тоже ехал. Надо делить на всех. Я это, а плакат, я о чем вспомнил? Я вспомнил еще один плакат. Это был город, где производилась серная кислота. И там висел плакат «Принимай, Родина, серную кислоту». Это сернокислот, что ли, знаменитый? Да, знаменитый сернокисловод. Ну, уже на вкус же, правда, будет. И я сейчас многое из этого вспоминаю, а вот известное выражение, вот что значит, один знак неправильный поставить при пинании, и как менять смысл. Вот Илье было написано с восклицательным знаком, известное выражение, с восклицательным, то есть приказ, повелительное наклонение, раскрой брюк. Вот зашел, раскрывай брюк быстро. И интересно, что когда я читал это в советское время, рассказывал, смех возникал сразу. Сейчас тугодумье есть в зале. Приучили к молодежным, первоассоциативным шуткам таким. Но, но, когда я это рассказываю, я, конечно, вспоминаю еще случай, как парикмахерши, в то время салонов красоты и интима салонов пустячок не было, были реальные хорошие парикмахерские, и такие парикмахерши были крепыши такие, как будто они все тяжелой атлетикой занимались, такие битки стояли. И маленький пионер сидит, чедушный, шейка, как у креветки. И она его подстрелила, да еще под нолик. Вообще не видно этого пионера. А пахан, стоит папаня его. Она поворачивается к папане, сдирает с пионера простыню и говорит, ну что, батя, сына душить будем? И я это рассказал, значит, своему врачу. Она говорит, да вы не представляете, что мы на работе так наговоримся, не понимаем ничего. Она врач, она мне рассказывает, я прихожу, занимаю очередь за человек, за женщиной. А за мной, ну в советское время везде очереди были. А за мной встал гражданин какой-то, и я говорю, можно отойти? Он говорит, отойдите, вы за кем? Она врач, она говорит, я за этой больной. Там врач говорит, ты сама больная, ты понимаешь? И я это рассказываю зубному врачу, она говорит, да я часто беру продукты после работы. И говорю, у меня спасибо, продавщик, сплюньте, пожалуйста. И вот это все, я так любил рассказывать, и только одно мое наблюдение не пропускали. А какое? Представляете, это считалось пошлостью в Советском Союзе. Этот градус чистоты, это в прачечной висело объявление, неописанное белье не принимаем. В многих прачечных. Ну я не мог не подойти к приемчатке и сказать, и что мне делать. Она говорит, описывайте свое белье сами. Я говорю, как? Я не умею. Она говорит, а у нас его описывать некому. Вот это в зале истерика была еще в советское время. Представляете, в наше время это нормально рассказывать. Когда в то время это запрещалось цензурой, это считалось пошлость. Но одна фраза меня недавно потрясла. Моя собственная, в 80-м году написанная. Все-таки мне надо пошутить о чем-то хорошем, предсказать что-то хорошее. Что население Москвы к 2020 году увеличится в 20 раз за счет новых районов, примыкающих к Средней Азии. 1980. Вот, извините, я отвлекся, но мне очень хотелось с нашими слушателями поделиться своей юностью и наблюдашками, сделанной в юности. Я хотел сказать, что раз на этой неделе пришло сообщение о том, что население нашей страны увеличилось. И в частности население Москвы, в основном за счет приезжих. Теперь в Москве каждый второй это приезжие. Коренных москвичей, те, у кого родители тоже родились в Москве, осталось всего лишь 9%. 9%. То есть каждый десятый человек в столице России является коренным москвичем. Мне жалко украинцев. Некого назвать москалями больше. Ну как, приехал таджик в Киев, а он говорит, москаль ты! Нет, извините. Извините. Нет, это я что-то с эстонским акцентом. Я хотел еще сказать, что нам пришло сообщение по поводу неполиткорректности американского бильярда. Люди пишут, что нет, как раз это, пожалуй, самая политкорректная игра в мире, поскольку черного загоняют последним. О, какая шутка хорошая. Я бы даже сказал так, черного забивают последним. Ну, я имею в виду в лузу, конечно. Да. Вы знаете, у нас есть... А действительно забей слово какое интересное. Да, оно много смысла. Забей козла. Это что за игра такая? Это козла забить надо? Простите, я вас от чего-то отвлек. Нет, ну здесь, пожалуй, стоит подумать о том, что действительно многим сейчас словам присваивается иной смысл. Вы упомянули, например, голубые фишки, да? Ну, это ужасно. Да, абсолютно нормальное слово. Вообще, оттенок цвета голубой приобрет... Пассивный гей, практически. Пассивный гей, голубые фишки. Да. Ну, а трахнуть в советское время, это ударить по голове. Ну, ударить вообще было. Да, конечно. Ну, или было трахнем по маленькой. Такое же тоже было. А, было. А здесь это педофилия уже. Ну, я не знаю. Педофилия на сегодняшний день. Ну, вы выдали. Максим, кошмар какой. Давайте к новостям перейдем. Давайте. Это я запомню. Друзья, мы... Там же девушка хоть куда. Это... Ну, давайте дальше. Да, не будем уже про парней, потому что у нас это все в стране запрещено. И слава богу, я считаю. У нас сейчас будет небольшая рекламная пауза, друзья, после которой мы обязательно встретимся с вами в студии снова, уже в начале следующего часа. А пока напомню, что вы можете писать на 8 8 7 0 свои наблюдения. В гостевой книге также их ждем, особенно если вы живете не в России, а за пределами нашей страны. Ну, и заходите на сайт веселыйрадио.ру, чтобы увидеть онлайн-трансляцию. А пока реклама. Программа «Неформат» только что преодолела свой экватор. И, пожалуй, сейчас у нас будет самое интересное. Спасибо большое за то, что вы пишете ваши сообщения. Звоните нам на 0731. Мы записываем ваши вопросы и постараемся устроить блиц. Ну, а пока я хочу зачитать одну новость, которая показалась нам очень интересной. Ее опубликовали наши большие друзья с сайта kp.ru. На этом сайте очень много разной полезной и интересной информации. Комсомольская правда? Да. Вот одна из них – это новость следующего характера. Посол в США в России Майкл Макфол встретился с студентами во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы. В ходе своего выступления он заверил, что большинство россиян, запрашивающих американскую визу, ее получают. Этот показатель выше в России, чем во многих других странах, отметил дипломат. При этом он добавил, что главная причина отказа в визе – это указание человеком недостоверных сведений о себе. Кроме того, Майкл Макфол отметил, это посол США в России, напомню, что американская сторона не имеет ничего против эмиграции в США. Цитата. «Нам нужны русские, давайте по-честному», – сказал он. Ранее сообщалось, что дипломат опоздал на эту встречу из-за того, что задержался у врача. Как оказалось, Макфол сломал палец. «Один!» «Нет, не в «Один!»» «Один оберегается!» «Я ждал этого в Ивана Калаевича». «Почему?» «Сломал палец. Не надо совать куда, не надо». «Да, мы просто засунули ее в баскетбол, потому что он занимался этой игрой и…» «В корзину». «Да». «Орла». «Ну, смешная новость. Хорошая, интересная». «Итак, американцы дают россиянам больше виз, чем кому-либо еще». «Об этом сообщает КП.рунам». «И не дают лишь визы тем десяти процентам, которые указывают недостоверные сведения о себе». «А я…» «Туда попадает Иосиф Кобзон». «Михаил Задорнов». «Михаил Задорнов, Григорий Лепс теперь». «А, Григорий Лепс, да. «А Михаил Задорнов вроде как написал, я люблю американцев, а на самом деле нет». «И Лепс тоже написал. У меня нет денег». «Оказывается, есть у нее бабки». «Я, знаете, что думаю? Американцы действительно, они…» «Может, они даже правы, потому что наши не умеют заполнять декларацию». «Когда впервые мы выезжали в советское время за границу, у нас был человек специально от порткома, который был обучен, как заполнять декларации и как заполнять анкеты, даже в Шереметьево, откуда мы впервые вылетали всего лишь в Польшу. Как говорили, курица не за границей, курица не птица, Польша не за границей. Но очень тщательно, даже по марочке сразу не принималась декларация, если там вот кляксы, ну кляксы уже были шариковые ручки, но даже по марочке небольшой, да? Нельзя было перечеркнуть, Богу, все-все, аккуратно надо было, да? Сегодня этого нет. И многие русские даже не знают сегодня, Максим, что надо аккуратно заполнять декларации. Более того, есть такие перцы, такие экземпляры в России, которые не знают о себе сведений. И это уникальное дело. Более того, большинство не знает законов наших российских, а уж подавляющее большинство не знает инструкций. Я иду по перрону, я рассказывал об этом тоже в нашей передаче, но очень давно. Рижский перрон, московский поезд пришел, я вышел из вагона, идут домой, а сзади идет парень и его отец, ветеран. Отец прибыл из Москвы, приехал. И отец ругается, говорит, латыши такие негодяи садили моего друга-ветерана только за то, что у него не было визы. Гениально. А они даже не понимают, что надо оформить визу. А знакомая актриса недавно летела на новую волну и тоже без визы летела. И так возмущалась, что ее не пустили в самолет. Американцы не могут въехать в эту тему. Они не знают, что наши путают даты рождения собственные многие. Велоумие очень серьезный недуг нашего общества. То есть мы вас без визы не пустим в Соединенные Штаты? Нет, это понятно. Давайте я пройду, а вы уже дальше занимаетесь. Ага, да, вы занимаетесь. И еще наши говорят, ну что они придираются? Ну написал я, что не в том году родился. Ну и что в конце концов? Многие не знают. Говорят, так, слушай, что написать? Где я работаю? А он сам не знает, где он работает при сегодняшней ситуации. Или многие говорят, вот ко мне вращаются. У тебя есть ИИП? АОО или как ООО там, да, 6% я плачу, предприятие есть, налог плачу. Мне говорят, у тебя есть, оформи меня к себе, чтобы я мог получить визу в США. И ты будешь, я говорю, я за тебя буду платить налог, да, просто так. И я буду тебе платить зарплату. Это какой человек, о чем он думает, когда он приходит в посольство США и говорит, я работаю в ИП Задорно, дайте мне визу в США. То есть он изначально идиот, если он, прикрываясь именем Задорно, хочет получить в США визу. А некоторые говорят, открой от своей кредитки мне счет на кредитку, на мою, чтобы я мог представить в США посольство, что у меня есть кредитка. И русские так запутанно живут, у них такие замутненные биографии, что они сами разобраться не могут. И у меня есть страшная мысль. Во время войны немцы казнили и наказывали русских, думая, что они саботируют, а те просто работать не умеют. Немцы говорят, постройте дорогу. А где построить дорогу? Это саботаж! Потому что немцы проваливаются в воздушные ябы на дорогах. Или говорят, туалет нам выстроить, и мы будем жить всем сводом в вашей деревне. Ну, представьте, наши выстроили им туалет. Они когда это очко увидели, они всех в лагерь отправили. Это саботаж, это ненависть к Америке. Провалился весь взвод в результате туда. Я думаю, что... Но строение же осталось на трассе М5. Мы не знаем теперь. Дупло. Я в этой ситуации на стороне американцев. Надо оформлять визы и знать свои данные. У нас есть еще новость, мимо которой мы никак не могли пройти. Потому что на этой неделе очень жесткие формы обрел закон о вреде курения. О борьбе, точнее, с курением. Он обязывает, как вы знаете, если раньше носило рекомендательный характер, возможность запрета курения на улицах, в аэропортах, в детских площадках и так далее, то теперь за это штрафуют. От 500 до 1500 рублей, если это в общественных местах, и до 3000 рублей, если это на детских площадках. У нас есть наша традиционная рубрика, которая выходит у нас под названием «Хит недели». И сегодня мы пригласили в нее со своей гневной отповедью этому закону замечательного актера и прекрасного человека, болельщика футбольного яростного Михаила Боярского. Давайте послушаем, что из этого вышло. Да, давайте, Миша. В Питере паника, как перед наводнением. Люди растеряны, не знают, что делать. Все попрятали сигареты. Мне вызывает, мягко выражаясь, недоумение законотворчества последних месяцев. Это не закон, это просьба должна быть. Ко всем. Вплоть до того, чтобы попросить. Уважаемые господа, во время Олимпиады не курите в городе Сочи. И я не буду. Мне спорт интересует больше, чем курение. Если вежливо попросят, в голову он не придет закурить на детской площадке, в роддоме. Но должны быть территорией обязательно. У животных есть территория, на которых они охотятся у каждого. Вот, к примеру, допустим, мы же не ходим голые по улице, но существуют низкие пляжи. А теперь для тех, кто на танцполе. Мне спорт интересует больше, чем курение. Спорт интересует больше, чем курение. В Питере паник. Люди растеряны, не знают, что делать. Все попрятали сигареты. В Питере паник. Люди прячутся. Дримируются. Это не закон. Это просьба должна быть. Вопрос воспитания. Я не буду курить там, где меня вежливо попросят. Давай заприк, товарищи, по новой. Давай, 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 спорю. Да? Теперь официально за 3 тысячи можно курить в театре. За 3 тысячи можно курить в театре. Самородие закурил, 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 вот там 3 тысячи отойдет меня. Мы должны быть территорией, обязательницами. Мы же не ходим голые по улице, но существуют низкие пляжи. Законы, которые не действуют, вызывают недоверие у граждан. Это глупый закон, бессмысленно. Давай, займем, товарищи, по новой. Давай, закурим, товарищ мой. Вот такая довольно грустная история получилась. Как будто мы прощаемся с чем-то неожиданно прекрасным. Мне приятно было послушать нашего Д'Артаньяна. Я, знаете, я согласен с Михаилом Вотчим. Когда-то я пытался объяснить разницу между двумя словами. Деятельность и действие. Действие приводит к результату. А деятельность – это очковтирательство. Вот такой закон – это очковтирательство. Якобы наше законодательство работает и пытается улучшить жизнь народа. Это не то главное, что должно быть в нашем обществе. Да, наверное, мешает дым кому-то. Но я лично, если накурено, ухожу просто. И так делают многие. Да, на детских площадках Михаил прав. Культурный человек не закурит никогда. Без культурного учить бесполезно. Но тех, кто курит на детских площадках – значительное меньшинство, я вам должен сказать. И ради этого издавать закон, я думаю, это неправильно. Вот гораздо… Это подражание Америки. Где, допустим, есть закон, что запрещается в кинотеатры заходить со львом. Ну, действительно, как-то неприлично будет, если ты придешь со львом. Или стрелять буйволов со второго этажа гостиницы. Там есть в Сан-Франциско закон. Но и у них про скурение то же самое. У них запрещено там все это. Ну, можно курить в полиэтиленовом пакете. В общем, все равно. А на шапах вроде как можно получается, а сигареты нельзя. Все это лицемерие. Вот я бы лучше издал такой закон. Если нас слышат люди здравомыслящие из администрации какой-нибудь серьезной, то издайте закон, нельзя матом ругаться на улицах. Вот это вернее будет. Потому что тут просто так культура… Это еще 1500 лет. Я не доживу уже до этого времени. А я хочу покинуть жизнь, зная, что люди перестали ругаться в общественных местах. Это неуважение к другому человеку и к родителям с детьми. Вот это было бы гораздо, на мой взгляд, правильнее. А то я сижу на парапете набережной в городе Твери. Сидят два студента и один другому, матерясь, объясняет второй закон Бернули. А иначе тот не поймет. Вот же в чем дело. И многие действительно думают, что мат – это часть разговорной речи на сегодняшний день. Особенно при юмористических передачах. А юмористические передачи надо штрафовать. Пошлость от слова пошлина. Пошлину брали за пошлые шутки. Вот откуда это слово взялось. Представляете, если бы ввести налог на пошлость на сегодняшнем телевидении, это значительно было бы лучше и государству, и для всеобщей культуры. Но, ну что ж, будем надеяться, что нас слышали люди очень прислушивающиеся. Друзья, ну у нас есть сейчас прекрасная возможность поддержать Михаила Николаевича. И, по крайней мере, пока идет программа «Неформат», не материться. Давайте вот возьмем на себя это обязательство хотя бы во время рекламы. Ну что, продолжаем программу «Неформат». Приходят сообщения от вас, и в них очень много мнений относительно, ну давайте их систематизируем, относительно закона о курении. Его начинают уже напрямую связывать с другим законом. Вот с каким? Ну люди пишут, вот в Европе, да? То есть в России так, а в Европе иначе. Европа все время говорит, как вы можете, у вас в России есть такой совершенно нетолерантный закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Кстати, Владимир Путин на этой неделе заявил, что речь идет о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних, это очень важно. Так это не только Владимир Путин, я на своих концертах разъясняю. Это опять к тому же, наши люди не понимают формулировок зачастую, того, что сказано. Это действительно, как у нас, у нас запрещают геев? Да вы что? Вы видели хоть один голубой огонек? Или вы видели вообще шоу на втором канале? Ну хорошо, и на других каналах, ладно. Ну-ка, ребят, вы в своем уме? Никто не запрещает, да. У нас запрещают в эстраде мужиков настоящих. Вот что у нас запрещают? Запрещают агитацию за это дело, что в общем правильно. Вот здесь пишет нам абонент из Свердловской области. Сам не курю, но обидно. 40% курящих ограничили в правах, а 0,3% геев живут и пропагандируют. Цифры какие? Ну да, я не знаю этих цифр, я никогда не интересовался. Но я считаю, что курящие уже себя больше наказывают, чем пытаются наказать государство. Потому что если ты куришь, ты болеть будешь, у тебя иммунитет разрешается от никотина. Это прежде всего, я сейчас не говорю про онкологию, да. А более того, легкие неправильно работают, перестают вырабатывать ионы и вырабатывать электроны. То есть так называемое эндогенное дыхание прекращается, а именно эндогенное дыхание и есть основа иммунитета. Легкие от слова легко дышатся, а курильщики тяжело дышат. Но это дело абсолютно каждого. И здесь государство не имеет права вмешиваться как в ситуацию с агитацией за гомосексуализм. Потому что это уже дело антигосударственное, агитация наш род, родина, родственники, родня. Это все для... природа, народ, это все для продолжения рода. Все, что работает не на продолжение рода, антигосударственно. Но не надо просто агитировать, вы существуете, этот процент есть. И, ребят, ну, против вас никто ничего не имеет. Я более того, люблю, еще раз, еще раз буду повторять. Когда я прихожу в магазин, вижу, что продавец вот из голубеньких, я даже к нему иду, потому что он очень аккуратненький, он очень вежливый, заботливый. У него кутикула аккуратно подстрижена, он вкусно пахнет. И ради бога, пускай это существует. Я много раз это говорил и буду всегда говорить. И не надо чмырить Россию за то, чего в России не существует в настоящее время. Но если Европа говорит, что Россия неблагоприятна для жизни страна, потому что она против этого закона, значит тот, кто говорит в России, тот гей. Ну, Михаил Николаевич, а вам не кажется, что в этой связи Европа специально детонирует вот это сознание российское, говоря о том, что в России запрещают геев, там им плохо живется и так далее. И таким образом создает общественное мнение, что их реально много. И они начинают вдруг появляться. Где им плохо? Посмотрите на звезд шоу-бизнеса. Я же взорвался. Нормально им плохо. Каждому пускай так плохо будет. Ой, я видел, как тут happy birthday to you пели. Я, по-моему, не рассказал. Слушайте, это для Голливуда. Ресторан-сыр, дорогой ресторан. Он тут ни при чем ресторан. Но русские до того обленились мозгом своим, что они могут спеть русскую песню во время дня рождения. Они уже этого поменяли Деда Мороза на этого, даже не гея, а гея-зоофила. Не Микки Мауса, а как его, финский-то, боже мой, вылетел из головы. Йолопуки, вы имеете в виду? Нет, с оленями на Новый год ездит. Боже мой, ну вылетел из головы. Который с оленями, Микки Мауса, у нас пропаганда запрещена, мне кажется. Санта-Клаус. Если у меня Микки Мауса, это Санта-Клаус. Корень один и тот же, по большому счету. И наш Дед Мороз с мешком ходит, да? А этот с носком. В носке подарки носят русские люди. Как вам не стыдно дедушку нашу на этого скуперяя менять? Но, значит, сидит компания таких банкиров, реально обожравшихся. Вот история, примерно та компания, которую я обрисовал в начале нашей передачи. Примерно такая же. Вот эти клизмообразные, американоподобные фигуры. И такой же мальчик, чей день рождения празднуется. Упырь реальный. С детства привык в себе, в себя, в себя, в себя. И вот такой нажратый мальчик сидит. Ему лет восемь исполняется. Принесли торт, где-то восемь-семь смеечек. Мне неудобно так считать. И вот эти вся семейка, человек двенадцать, все куркули. Вот и по фигуре, да? Страшная картина. Я предлагаю сейчас не всем представлять ее на ночь особенно. И вот принесли и весь ресторан. Happy birthday to you. Тут от happy birthday своего сыночка. И папа говорит. А у папы такое тридцать два подбородка. У мальчика только восемь. И значит, папа по числу лет, он каждый год по подбородку. И папа говорит, ты дунь так, изо всех сил, говорит, чтобы загасить свечки. Все. И будешь счастливым. Нормально учат. Загаси свечки под happy birthday. Все поменялось в этом дурном мире. Набери, набери воздуху. Он набирает, а у мальчика диафрагма подбирает. Он не может набрать. Ну, еще, еще. Доб набрал, говорит, дыши. И его вытошнило на торт. Хорошо. Свечки погасли. Результат налицо. Да, у меня истерика началась. Весь зал смылся от этого happy birthday. Прекратили петь все. Ну, ребята, это для полицейской академии, для Голливуда. Картинка суперская. Это в советской комедии не разрешат только. Ой, а что вы говорили? Чего я отвлекся? С чего вдруг? Да, закон о курении. А, да, вот. Значит, о законе о курении мы сейчас говорили. И еще один закон, который бы я принял уже действительно от имени государства. Ну, невозможно слышать музыку из автомобилей. Вот когда ездит гастарбайтер, мыслей у них нет, у гастарбайтеров. По-русски они не понимают. Они включают чудовищную музыку, которая несется из чудовищных автомобилей. И мозги слипаются. И вот эти все среднеазиаты, которые ползают по стенам домов, в люльках у нас сейчас, они все включают. Они, знаете, как вошки лобковые. Вот по всем этим. По карабкам. Я их не видел. Но так нам рисовали в учебнике ботаники. Еще несколько. И они карабкаются. И все музыка долбит везде. И по ночам долбит музыка. Вот чего нужно от имени государства. Какие законы на сегодняшний день принимать. Они ерундой вот этой мучаются. Мол, мы ради вас, люди, стараемся лицемерие, которое сегодня называется толерантность. Вы знаете, не только гастарбайтеры лазят по стенам домов, но и активисты Гринпис лазят по платформе. Владимир Путин на этой неделе сказал, что когда на платформу лезут, они создают чрезвычайную ситуацию. Там могла быть и ошибка у оператора, и сколько угодно. Не одна только. Кроме того, водолазы работали под водой, что было, собственно, определенной степенью опасности. Вопрос в том, что наша позиция остается прежней. Что активисты Гринпис вышли за рамки дозволенного, пытались атаковать платформу, угрожая жизни людей. Европа вся, конечно же, против, Нидерланды против. Они говорят, что в России не только антигейские законы, но и активистов Гринпис незаконно осуждают. Мне, Нидерланды, пофиг дым. Я вам честно скажу, Нидергланды, Нидерланды. Мне абсолютно до известного места Плинтуса я имел в виду. И почему мы должны вообще слушать, что они говорят? Ну кто они такие? Уже один наш царь послушал голландцев. Его там сифилисом заразили, он приехал, возненавидел всю Россию. После этого уничтожил одну треть населения. Решив сделать ее похожей на Голландию. Так мы еще и его превозносим. Почему мы должны... Правильно говорит, на мой взгляд, президент. Это опасная, чрезвычайная ситуация. Там есть водолазы. Другое дело. Они кричат, мы за то, чтобы нефть не добывали. Ребята, почему вы к нам карабкаетесь? Почему вы к Рокфеллеру не карабкаетесь на платформу или к Ротшильду? Это очевидно провокация против России. Нет, они, видимо, карабкаются, но только за зарплатой. А они карабкаются, но и туда не пускают же бабки. Конечно, Европа, она одурманена. Европа, это большинство населения Европы о своем мнении узнают из теленовостей. Что им сказали, то они и считают. Там давно уже нет личностей. Там стрижены под одну гребенку. Европейские люди – это ксерокопия. На сегодняшний день я часто это наблюдаю в Латвии. Одинаково думают, и это главное. У нас были головы в перхоти в советское время, а у этих мозги в перхоти на сегодняшний день. А как избавиться от перхоти, вы узнаете из рекламы. Друзья, у нас остается не очень много времени, поэтому постараемся очень оперативно пройти. Одна новость, мимо которой я не хотел бы, чтобы мы ее миновали сегодня, это новость, задают вопросы люди, что происходит с мэром Астрахани, с претендентами в мэры Астрахани. Астрахань – это вообще такой центр политической жизни России в этом месяце. Вы помните, что там произошла история с 10 миллионами мэра Астрахани. А на этой неделе есть такой оппозиционер Олег Шейн. Да, я знаю. И, ну, пожалуй, о нем не стоило бы много рассказывать. Если бы не история, которая произошла с ним на Белорусском вокзале в Москве. Так вот, случилось следующее. Известный политик и бывший кандидат в мэра Астрахани Олег Шейн был доставлен в московскую больницу с ножевыми ранениями после загадочной истории, которая произошла с ним в одном из бюджетных отелей Москвы, так называемых хостелах, где живут по нескольку человек в одной комнате. Как выяснилось, Олег Шейн довольно часто приезжает в Москву. Хостел – это гостиница по-русски. Да, и он часто… Хостел – это общежитие. Общежитие. И он останавливается в такого рода общежитиях. Что произошло? У него обнаружена рваная рана бедра, глубокие порезы на руках. Был второй час ночи, сообщает Шейн, когда он сквозь сон услышал крики. Он открыл глаза и увидел, как женщина с ножом бросалась на молодого человека. Все было, как в фильме ужасов, вспоминает политик. После этого он пытался помочь своему соседу по комнате, получил несколько ранений. И также он увидел, что азербайджанец и украинец, которые с ними жили, ее обезоружили. Причем украинец ее успел еще и укусить. Я думаю, что это все наркотики. Чистой воды трэш абсолютный. Я никогда не думал, что в хостелах техасская резня бензопилой происходит каждый день. После этого журналисты задают справедливый вопрос, а что же вас, Олег, заставило останавливаться в такого рода гостиницах? Это сейчас то, о чем я думаю. Да. То же самое. Он говорит, что я довольно часто останавливаюсь в такого рода гостиницах. Ничего страшного. А он кто по должности? Он справедливо рос. Ну, я не знаю, какую должность он занимает в партии «Справедливая Россия». Есть более компетентные люди, которые могут нас просветить. Но то, что это известный политик и бывший кандидат в мэры Астрахани, это известный факт. То есть человек заметный. Он остановился в этом хостеле. Выяснилось, что эта девушка, 20-летняя студентка, пришла разобраться с молодым человеком, который, как она утверждает, наговаривал на нее. И она взяла с собой нож. И дальше она говорит, ну как, я, говорит, хотел его просто разбудить. Я в него потыкала чуть-чуть проверить, спит он или нет. А, хорошо. То есть, да, она немножко потыкала. А что пистолетом лучше разбудить? Всполошилась, точно спит. И стрельнуть можно в ногу, и он проснется. Гораздо реальнее. Спи спокойно, дорогой товарищ. После этого сполошилась вся комната, все начали бегать. Она с ножом в центре, Олег Шейн вокруг. Ну, то есть, какая-то такая рисуется апокалиптичная картина вокруг вообще Астрахани в целом. Что вы скажете на это? Я могу сказать, что они все бьились мясо. Жириновский был прав. И Жириновский был прав. Надо с этим делом прекращать. Но то, что они объелись, хоть и обкурились, это точно. То есть, все наши темы сегодня были верны. А еще спрашиваю, зачем в таких хостелах? Там всегда можно найти, понимаете. Я теперь понял, куда мне надо идти за тем, чтобы пополнить свой репертуар. Я, знаете, что еще хотел сказать? Вы помните, я сказал, что... Помните, я заявил о том, что скажу хорошие слова в адрес наших правителей сегодня. Я действительно... К сожалению, я их этим испорчим настроение, потому что наши многие там наверху чиновники, они так любят, чтобы их ругать. Знаете, вот их ругают, ругают в интернете все. Они такие довольны ходят. У меня ощущение, что они реальные мазохисты. И что чем больше ругают, тем они больше улыбаются, радуются. Так вот, я сейчас испорчу вам настроение. Хорошее дело опять в образовании сделано. Путин, ну, скажем так, президент России, чтобы не называть все-таки имена, так что не буду говорить, кто президент России, дал поручение премьеру. Это же премьер заявил, надо улучшить ЕГЭ, но оставить. Это все равно, что оставить смертную казнь, но ее улучшить малость. И Путин дал поручение в ЕГЭ сочинение писать теперь обязательно. Причем на любую тему, а не на четко заданную учителями. То есть не на ту тему, на которую учителя знают ответ. Более того, даже в некоторых статьях, связанных с этим заявлением Путина, приводятся примеры очень интересные, высказанные кем-то из его окружения, что раньше писали сочинения в царской России, скажем, о скоропостижности жизни. А, простите, о скоротечности жизни, я ошибся, да? Какая тема? Скоротечность жизни. Или название сочинения слова как источник счастья. В советское время в месяц было 20 уроков русского языка, а сегодня 5 уроков русского языка. И, видимо, это дошло все-таки до здравомыслящих людей в окружении президента, и они правильно преподнесли хозяину всея Руси всю эту ситуацию. Так не только оказалось, что сочинение писать, но еще и защищать надо свое собственное сочинение, как диссертацию защищает молодой кандидат наук. И многие вас смущены, что это такое. А вы знаете, я считаю правильно. Потому что списать про современных технологиях, когда можно скоро айфон будет в ноздрю врезать, какой-нибудь очередной 18С, и все списать, это любой напишет. Но дайте свободную тему, и дайте возможность после этого защитить. Правильно, сегодня не беседуют ученик с учителем, потому что учителя и те разучились беседовать. Так пускай же это будет хотя бы на выпускных экзаменах. И пускай ученики боятся этого экзамена. Вот этот страх перед... Страх нехорошее слово. Но вот это волнение перед экзаменом, оно должно существовать. Его сегодня нет. Потому что все знают, как угадать. Учителя все сказали, все. Нет того волнения, которое ведет к образованию. И мне это очень нравится. Вот, извините, чиновники, я вас похвалил, но Министерство образования такую формулировку в результате выдало, которую я, к сожалению, потерял. Но я бы с удовольствием вам зачитал, но вы бы все равно ничего не поняли. И я не буду зачитывать, потому что я и так все рассказал. Да я хочу сказать, что у каждого из нас есть учителя в жизни. И, вероятно, учителя были ваши. Не то, что вероятно, они абсолютно точно были. И перед эфиром вы мне говорили как раз о том, что именно учителя позволили вам стать тем человеком, которым вы являетесь сейчас. Эти люди, которые позволили вам пройти по этой жизни. У меня много было учителей. И, знаете, еще вот вдогонку, сейчас вдогонку к упомянутому, кто-то из загружения Путина привел примеры, словно они побывали на моем концерте и тоже нашли свои какие-то наблюдения. Здесь сделали наблюдения очень точные с сегодняшним образованием. И кто-то из загружения Путина даже сказал, что молодые люди сегодня о поэме Евгения Нигин узнают из сокращенного адаптированного варианта. Четыре страницы описания, что хотел сказать Пушкин, кого он изобразил. И в результате в сочинениях пишут, что Татьяна лошится. Надо было остаться с генералом, но замутиться Нигину. Ну, хорошо, что об этом говорят люди там, начали говорить наверху. Вообще, я вам должен сказать, что-то сдвигается. И Мединский недавно по второму каналу очень интересно рассказывал про историю нашу. И в том числе про Ивана Грозного, великого царя Руси. И он правильно рассказывал, сдвигается раз по второму каналу, значит, точно есть указания оттуда сверху. Ну, а про моих учителей я много рассказывал в наших с вами передачах и о том, как мне помогал Измайлов и Арканов. Ну, отец это, конечно, и Леня Филатов, и Володя Качан. Много людей называл. Я, например, никогда не рассказывал об одном из моих учителей, которого для меня очень много сделал. Это Евгений Ваганович Петросян. И мне, например, часто обидно слышать выпады в его сторону, потому что он меня научил профессии именно. Я считаю, что талант у меня был, но я должен был овладеть профессией. Я очень много работал с Петросяном. Он мне подсказал очень много тем. Он всегда старался, чтобы в монологе эстрадном было в первую очередь сказано что-то, а не просто смешно. Да, он любил, чтобы было смешно, и это правильно. И до сих пор я могу выступать так, что будет смешно, но это смешно будет о чем-то, а не просто смешное. И следующее смешное, репризы, как на шампур нанизаны. И, конечно, многие мои монологи он читал после того, как под его руководством я год переделывал одну миниатюру. Год я делал. Представляете? Вот профессия. Причем миниатюру пользовались потом потрясающими. Это йог. Тогда только появились йоги. Пытается заснуть по методу йоги. Говорит, засыпать надо. Вот, все, 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 успокоюсь, успокоюсь, сейчас успокоюсь и засну. Все, кровать вдоль меридиана, как йоги советуют. Вот взгляд остекленевший. Голова пустая. Пустая. Пустая голова. Взгляд строго вверх, в потолок. Потолки второй год побелить не можем. И он начинает пытаться заснуть по методу отогенной тренировки или йоги. И приходит в ужас, потому что его все время отвлекают мысли. Он не может освободить голову при сегодняшней жизни. Классно придуманный монолог. Или, опять Евгений Ваганович мне говорит, во времена... Во времена просто апофигея и апофеоза нашего Михаила Сергеевича. Говорит, ну невозможно. Ну что за антиалкогольная компания? Ну дурь за дурью. Снежный ком этих компаний все валится и валится на наш бедный советский народ. Ну и мы сделаем пародию на Горбачева. Но только не будем говорить, что это на него пародия. Как человек учит всю страну говорить грамотно по-русски, а сам по-русски говорить не умеет. И мне так и тебе понравилось. И вы знаете, я пришел за кулисы однажды, и Евдокимов Миша мне показывает, как он уловил интонации Горбачева. За кулисами показал мне. Я думаю, какой же способен человек. Медицинский просто схватил Горбачева. Но и вдруг в этой пародии, написанной нами с Петросяном, появляются у меня Горбачевские нотки. Это была первая пародия на Михаила Сергеевича, которая начинается. Вы знаете, я вам урок грамотной речи даду. Ну даду, даду, да. А то, понимаете ли, внедрешь, оккультуриваться надо. Выставки надо, народной резни по дереву надо, надо. Бородинская пилорама, Зимний дворец, вы знаете, архитектор расстрелян. И это я изображал, как Евдокимов мне показывал Горбачеву, а не Горбачеву. Ну что вы тут мне понимаете, что мы плохо живы. Что я сказал? Ну я сказал, да, что мы будем жить хорошо. Но я же не сказал, что вы будете жить хорошо. И это было в 89-м году. Я вообще очень благодарен Евгению Вагановичу, который исполнял мои рассказы. И недавно, почему я об этом вспомнил? Я был на его концерте в Вятке. Потрясающе. Как же народ доволен, когда он выступает. Сколько он интересных мыслей выдает. Кстати, очень современных. И зачастую гораздо современнее, чем то, что выдают молодежные передачи. Молодежные передачи стрижены под одну гребенку. А, Евдокимов, Арлазоров, Петросян, Хазанов, Задорнов, Арканов, Горин. Посмотрите, в личности у каждого свое лицо. Зверей породистых мало, а тараканов очень много. И я хочу поблагодарить моих учителей, потому что я все о моих учителях буду сейчас рассказывать в театре эстрады. Я их не приглашаю в зал. Я хочу о них хорошие слова благодарности сказать за глаза. В глаза каждый может хорошие слова сказать. И сегодня мне хотелось, конечно, Женю Петросяна поблагодарить за то, что он жестко, но правильно меня развивал. Друзья, у нас сейчас будет небольшая рекламная пауза, после которой мы приготовили небольшой сюрприз для вас. Друзья, программа «Неформат» выходит на свою финишную прямую. Я остался в студии сейчас один, но не один на Юмор.ФМ, потому что вы вместе с нами. Спасибо вам огромное за то, что провели эти два часа на наших волнах. Михаил Николаевич вынужден был уехать, потому что у него очень важный концерт в городе Красногорск, в Подмосковье. И я сейчас хотел сказать несколько слов о том сюрпризе, который мы для вас подготовили. В октябре этого года на Первом канале вышел большой концерт «Все хиты Юмор.ФМ». Многие его видели, и многие видели выступление Михаила Задорнова, которое состояло из очень интересного монолога, который называется «Мы». К сожалению, вышла в эфир тогда не вся версия, а вот полную версию мы подготовили сейчас. Была возможность это увидеть только у шести тысяч людей, которые пришли на концерт «Все хиты Юмор.ФМ». И сейчас такая возможность есть у вас. Монолог Михаила Задорнова «Мы», который посвящен нашей жизни. Ну а я, Максим Забелин, прощаюсь с вами. До следующей недели, когда мы обязательно встретимся с Михаилом Задорновым, чтобы подвести ее итоги в рамках программы «Неформат». Есть такое изречение, его приписывают кому-то из древних. Я не знаю, может быть, это неправда, я ни у кого из древних это изречение не встречал. Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Ну, мы его переначали в свое время, несколько вульгарно теперь звучит, но по правде каждый народ имеет то правительство, которое его имеет. И для того, чтобы понять, кого мы выбираем и кто над нами, кто нами верховодит, надо прежде всего понять, кто мы. Научный трактат «Мы». Мы удивительные люди. Мы хотим жить, как все, при этом быть непохожими на остальных. У нас безработица при изобилии рабочих мест. Мы робкие в быту, но герои на войне. Мы чтим погибших, не платим выжившим. Вялые, но эмоциональные. Думаем два раза в день, а остальное время переживаем то, что надумали за эти два раза. Мы настолько парадоксальны, что по праздникам желаем друг другу счастья в семейной и в личной жизни. Еще соглашаемся, да, спасибо, так и будет. Нам легче изобрести вездеход, чем отремонтировать дороги. Зато только наши автолюбители, когда идут пешком, светят с зажигалкой встречным машинам, предупреждая, что там ГАИ. Мы удивительные люди, ленивые, но энергичные. Устаем на отдыхе, отдыхаем на работе. Плачем на свадьбах, на поминках поем частушки. Мы нищие, но всегда хорошо одеты. Только мы с утра выходим из дому в вечернем. Только наши секретарши приходят на работу, простите за образ, в юбках, в которых провода оголены по саму розетку. Вот, это понятен юмор. Хорошо, молодцы. Мы удивительные люди. Только наш человек, заметив на рубашке маленькое грязное пятнышко, пытается его очистить наслюнявленным пальцем, превращая в гигантское пятно, которое потом расплывается. После чего наш пытается его залезать языком со всех сторон. И если это не получается, несет химчистку, где он спрашивает, каким ядом вы капнули на рубашку. Он обижается, это не яд, это моя слюна. Мы парадоксальны, нас невозможно понять. Мы верим. Верим жирным диетологам. Есть такие в зале, точно. Мы верим прыщавым косметологам. Только у нас ясновидящие, с собственной неустроенной судьбой, открывают людям третий глаз. Хотя у самих закрыты оба. Мы иронизируем над словом патриот, оскорбляем словом интеллигент. Или еще хуже, вшивый интеллигент. Уж только у нас могли человека довести до такого состояния. Только у нас есть выражение, больно умный нашелся, и мы сильны задним умом. Это где у тебя этот ум? Одна из главных наших проблем, как похудеть, продолжая объедаться на ночь. Мы забыли законы природы. Знаете, почему с возрастом, по себе знаю, выпадают у человека зубы, чтобы жрал меньше. А мы вставляем зубы и жрем, 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 жрем. Потом говорим, у нас атеросклероз. Да и хорошо тебе с атеросклерозом будет. Если еще зрение потеряешь, вообще счастливым будешь. Только у нас, после того, как запретили курить на детских площадках, больше всего расстроились дети. Ни пяточки теперь не добить, ни окурочка нет. Удивительные люди. Мы порой самые свои сильные чувства выражаем самыми нецензурными словами. Только наш человек может признаться в любви матом. И только наш, стоя на берегу реки, может восхищаться и материться на закатную дорожку. Мы хвастаемся и жалуемся одновременно. Причем с утра. Или на политику, или на погоду. С утра друг другу звоним, и какая бы ни была погода, говорим, ну ты смотри, какая жуть погода. Любая перемена погоды вызывает у нас чувство страха. При этом мы можем толпой, плотным кольцом окружить робота, который пытается разминировать бомбу, чтобы посмотреть, рванет или не рванет. Удивительные люди. Только мы вбухиваем миллиарды в Сколково и не проводим газ в деревне. Только у нас поливалки моют дороги во время дождя. Асфальт. Асфальт кладут в метели. Только наш человек может поехать в двухнедельную командировку, взяв с собой ноутбук, айпад, айфон, плеер, фотоаппарат с тремя объективами и одну пару носков. Только наш человек может пролезть без очереди в справочную со словами «мне только спроси». Только у нас полицейский в костюме дельфина или белочки может прийти в школу рассказывать о вреде наркотиков. Только наш человек, залив соседей снизу, залив соседей снизу, поливает водой свой потолок в ванне. Нормально все этим занимаются. Я даже договаривать не стал. Все знают, что делать надо. Кто не знает, объясняю. Поливают свой потолок, чтобы потом свалить вину на соседей сверху. Мы гостеприимны. Казалось бы, да, мы печем пироги и устраиваем застолье. Как ни у кого в мире. При этом использованные чайные патетики не выбрасываем. Складываем в отдельную баночку. Гости придут. Чай заваривать надо бы. Мне так нравится, как вы реагируете. Ощущение, что я все это с вас написал, зная вашу жизнь. Мы чтим Иисуса. Чтим Иисуса, забывая, чем он нас учил. Ставя свечку в церкви, умоляем о процентах. Мы следуем обрядам, а не проповедям. Верующие и суверны одновременно. Въезжая в новую квартиру, не знаем, что сделать наперед. Обмыть ее или осветить. Или сначала опустить кошку. А потом осветить вместе с кошкой. После чего обмыть вместе с тем, кто освещал. Я формулирую то, что вы все знаете. Я ничего не придумываю. Поэтому далее скажу следующее. Только мы клеим в машине иконы для безопасности. При этом не пристегиваемся ремнями безопасности. Мы потрясающие люди. Большинство из нас уверены, что встреча с покойником на дороге по утру, к счастью, с трубочистом к деньгам, да, с хромым к здоровью, с хромым и горбатым к большому здоровью. А если вечером, не дай бог, вынести из дому мусорное ведро на утром в доме, не будет денег. Хотя жизнь неоднократно нас убеждала в одной примете. Если на ночь не вынести мусорное ведро, вонять будет мусорным ведром, понимаете? Только у нас есть примета. Если птичка нагадила на тебя, это к деньгам. Судя по этой примете, Вексельберг и Абрамович, да, каждый день с утра ходят под птичьими стаями и ждут, когда их обгадят. Потрясающие люди, мы встаем в 6 утра, чтобы будильник поставили на 7, перевезти на 8 и встать в 11. Только наши туристы попадают в турбулентную зону еще до посадки в самолет. Только наши мужики, мужики, не обижайтесь, бабы, в хорошем смысле бабы, вам будет приятно. Только наши мужики надевают позавчерашние носки, чтобы не стирать вчерашние. О, женский смех, правильный, мужики задумались. И только наши умеют одевать две пары носков так, чтобы дырки на них, правильно мне подсказывать, не совпадали, верно. Только наш человек может надеть в прихожей один ботинок, один, и потом поскакать на одной ноге, выключать свет в остальных комнатах. Удивительные люди, только наш может догадаться ни с того ни с сего от дождя в лесу прикрыться лопухом. Только наш, когда отключается свет в доме, бежит к окошку посмотреть и радуется, если видит, что и в других домах отключился свет. При этом мы ведь считаем себя умнее других, поэтому постоянно оказываемся в дураках. У иностранцев есть поговорка, великие умы думают одинаково. Русская поговорка готова, как говорит Задорнов? Готовы? У дураков мысли сходятся. Зато только мы называем андроид Андрюшей, ну, задние ряды знают в теме, Майкрософт мелко-мягким, Эппл огрызком, и только мы ставим пиратскую версию Windows, а потом пишем жалобы в Майкрософт, что система глютим. Правда, при этом каждый из нас знает, как обустроить Россию, но не может прибраться на собственном балконе. Только у нас французский актер, не понимающий по-русски, мог стать министром культуры Мордовии и народным артистам Чечни и получить в подарок квартиру от Кадырова. При этом Кадыров еще не уточнил, что квартиру нужно сначала отбить у боевиков. Ой, а три дня назад было сообщение, это только у нас. Пьеру Ришару отказали в визе годовой в Россию. А я вам скажу почему. Потому что Депортье пикет устроил. Написал, Москва не резиновая. Только у нас, только у нас, только у нас, местом проведения зимних Олимпийских игр могли сделать город, в котором средняя температура в году плюс 14 градусов тепла. Только у нас олимпийским символом мог стать разжиревший Мишка. Он такой был худенький, такой в фитнесе занимался как будто в 80-е. Сейчас какой-то такой растолстевший гей, такой с шарфиком. Не Мишка должен был символом Олимпиады стать, а конь, который не валялся. Ну, накануне визита Путина с инспекцией Олимпийских объектов сочинские чиновники молились всю ночь. Но метеорит упал в Челябинске. Мы требуем логики от правителей, а на себя не смотрим. Мы сами никогда не отвечаем на вопрос, какая может быть логика у них, если они из нас. На вопрос женщины славянские вообще не отвечают на вопрос, никогда. Спрашиваю одной, сколько тому-то лет? Она говорит, он редкий негодяй. Я тебя не спрашивал негодяй. Купила сыр, сегодня такой день, дождь такой. Только наш на вопрос, куда ты пошел, отвечает, я сейчас вернусь. Этот народ хочет жить хорошо, думает, что он выборами решит эту задачу. Мы предъявляем претензии к нашей власти. Мол, о чем они там наверху думают, при этом большинство из нас на вопрос, о чем ты сейчас думаешь, отвечают, я на работе, я не думаю. А на вопрос, ты где, женщина по мобильному отвечает, я здесь. И мужик говорит, сейчас я к тебе подъеду. Куда ты подъедешь? Мы уникальный народ, мы ничего не боимся, даже того, что нас могут завоевать. Нам даже интересно, если они нас завоюют, как они у нас выживут? Только наш человек по домофону на вопрос, кто там, отвечает, это я. И наши ему открывают. Только наши за рулем автомобиля ругаются с GPS-навигатором. Ты, китайское фуфло, раньше не мог сказать, что поворачивать надо. Только наши орут на вещи, об которые ударяются в квартире. Вместо того несешь шкаф, вот что ты тут стоишь, он 20 лет уже стоит. Только наши кричат, звонящие микроволновки. Да иду я, иду. И только у нас, попробуйте, проведите эксперимент. Если женщина в толпе крикнет, эй ты, козел. А, обернутся все. Даже бабы обернутся. Но самое главное, мы живем не замечая всего этого, зато с мечтой, что когда-нибудь нам обязательно повезет, и мы все-таки встретим по дороге на кладбище горбатого, хромого трубочиста с полным ведром мусора и с приветом от птичек. Причем произойдет это обязательно на рассвете, хотя сами встаем ближе к полудню.